Очень приятно, что мне сейчас есть возможность поговорить с вами на тему мышления Созидателя, целеполагания, теории и практики. Вообще, в самом начале, прежде чем вообще что-либо я предлагаю делать, я всегда прошу людей, скажите, а вот как бы вы оценили сейчас свое энергоресурсное состояние от 1 до 100? Вот это очень простой пример, на самом деле, всегда можно что-то добавить, всегда можно что-то изменить, но самый простой вариант – стрелочка. Всегда, когда мы будем в течение этого мастер-класса говорить о ресурсном состоянии или вообще оцените себя, всегда идет речь о том, что нужно просто поставить цифру, цифру, связанную там от 1 до 100. И вот, на мой взгляд, это достаточно простая вещь, взять такую шкалу, как ты себе считаешь нужным, здесь у тебя будет 100%, здесь у тебя будет 0, все очень просто, соответственно, ты определяешь, где ты находишься от 0 до 100. Это первое для того, чтобы мы посмотрели, зафиксировали, что у вас там с вашим настроением. Ну что ж, дальше, определив, какой уровень ресурсного состояния сейчас у вас, пойдемте дальше. Мы сегодня говорим о цели, о вашей цели, и цель, она может быть абсолютно любая. Сегодня был очень интересный пример. Мне позвонил один мой клиент, и мы с ним долго говорили, и он говорит, слушай, у меня такая задача, такие глобальные цели, хочу одно, второе, третье, пятое, десятое. И первым пунктом я хочу сделать такую цель классную на 1 января 2022 года. Я хочу проснуться четко, спокойно, чтобы у меня был план, план на 2022 год. И когда у меня есть план на 2022 год, у меня вообще все классно. Я говорю, слушай, до нового года осталось 36 дней. И для того, чтобы тебе этот план на твой Новый год сделать, тебе нужно время для того, чтобы реально, просто, физически сделать тот самый план, о котором ты говоришь. Я говорю, когда ты сможешь сделать? И здесь очень важный момент – реалистичность подхода. Реалистичность подхода заключается в следующем, что человек мне отвечает, завтра к утру. Я говорю, так, 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 подожди. У тебя 9 элементов плана. Когда ты реально сможешь сделать? Ну, может быть, послезавтра. Я говорю, давай реально посмотрим, тебе он нужен или нет. И вот здесь наступает самое главное. Зачастую мы говорим о том, что нам нужен план или нам нужна цель. Но нам это не нужно, потому что мы не готовы вкладывать туда силы и энергию. А по большому счету, или просто, напросто говоря, мы не готовы нести за это ответственность. Счастливый случай обычно приходит переодетым в одежде тяжелой работы. Да, это так. За кажущимся легким успехом всегда стоит огромный труд. Итак, наша с вами главная задача, вернее, ваша самая главная задача – принять решение, поставить цели, а дальше следовать ответственности, достигать. Чтобы целиться правильно, необходимо делать следующее. Правильно поставленная цель – это мотиватор. Возвращаясь к примеру сегодняшнего утра, человек поставил себе цель, что через какое-то время он достигнет абсолютно нереальных, то есть абсолютно оторванных от момента сегодняшнего цели. Как вы думаете, что с ним происходит? Какое-то время это может быть его драйвит, но на самом деле это вызывает раздражение. Через какое-то время эта цель перестает вызывать интерес. Она наоборот, она максимально вызывает раздражение. Вот это проблема. Целиться нужно правильно. Цель позволяет оценивать правильность и эффективность действий. Если цели достигаются, значит действия идут правильно. Ну и последнее. Достижение цели приносит не только результат, но и самое главное – положительные эмоции. Вообще, ради чего тогда мы живем, если не испытывать этих положительных эмоций. Ну и еще. Цели нужно использовать для увеличения продуктивности и положительной динамики. Что же происходит с вашей мечтой? Потому что цель является проекцией мечты. Мечты всей вашей жизни. Да, а какова она, эта мечта? На самом деле мы взрослеем и наши мечты тают. Помните, как детьми мы намного-много мечтали? По крайней мере, я точно мечтал. Сидя на подоконнике, у меня был такой проигрыватель, он назывался Серенада 404. И как сейчас я помню, я слушаю пластинки, смотрел в окно с окна четвертого этажа бабушкиной квартиры и мечтал о многом. О чем точно вряд ли. Но, наверное, явно о том, чтобы как-то было интересно жить, чтобы с тобой были рядом интересные люди или о чем-то конкретном. Вот как раз именно о чем-то конкретном. И мы хотим, я хочу сегодня с вами поговорить. Отличие мечты от цели. Я думаю, что это достаточно просто. Мечта – это фантазия. Это классное состояние, когда тебе хорошо. Ты мечтаешь, ты весь в облаках, все прекрасно, розовые пони, царство единорогов. А потом начинается цель. Цель – это жесткая посадка мечты на суровую реальность нашей жизни. Именно так она и называется. Цель. Ты целишься. А для того, чтобы в цель попасть, нужно к ней прийти. Поэтому цель – это технологически сформулированная мечта. Я бы очень хотел дать вам волшебную таблетку, как из мечты сделать цель. Но этого не бывает. Технологически сформулированная мечта. В самом этом варианте и лежит ответ. Нам нужно использовать технологии, чтобы сформулировать наши цели. Сегодня мастер-класс построен по следующему принципу. Я задаю вам вопросы, а вы на них отвечаете. Хотите – отвечайте. Не хотите – не отвечайте. Это же ваша жизнь. И только вы несете за нее ответственность. Вопросы очень простые. И на них нужно отвечать либо многосложно, либо немногосложно. Если вы будете смотреть этот эфир в записи, поставьте на паузу, а потом снова ответьте. Итак, вопрос очень простой. А какая у вас мечта? Если у вас сейчас есть рядом ручка, лист бумаги или блокнот или телефон, все что угодно, вы можете записать. Какая у вас мечта? Я не буду делать отдельные паузы для этого. Это можно будет сделать непосредственно в самом устройстве. Нажали на паузу, записали и так далее. Технология понятна. Жаль, что нет обратной связи. Я уверен, что если бы вы видели меня сейчас или я видел вас, думаю, наступят такие времена, мы обязательно встретимся лично. И мы с вами будем двигаться тогда в следующем. Итак, первое. Первый этап, о чем бы я хотел поговорить. Это история и история планирования жизни вашей. Вообще, на каком основании я сейчас здесь перед вами вообще о чем-то говорю? Меня зовут Роман Дусенко. Все меня, наверное, уже те, кто смотрят, знают. Кто не знает, я вкратце расскажу о своей карьере. У меня три витка в карьере. Первый виток – это предпринимательство. Я сейчас как раз делаю серию постов о своем 30-летнем пути в бизнесе. И кому интересно, может посмотреть по хэштегу «30 лет в бизнесе» мою историю и почитать о ней. Это, я думаю, что, в принципе, интересные моменты. Второе – это банковская карьера. Это 16 лет. От заместителя управляющего до пользы в маленьком городе Комсомольске-на-Амуре до участника крупнейших российских объединений и руководителя нескольких российских банков. И третий виток моей карьеры, который сейчас начинается и продолжается уже 7 лет – это консультирование, обучение и коучинг. Буквально вчера я сдал первый свой после 7 лет практики квалификационный экзамен на международную сертификацию коуча и получил первый международный коучинговый сертификат. И это только начало, потому что впереди еще много степеней развития, и это очень интересно и очень драйв. Поэтому у меня есть ответственность. Ответственность заключается в следующем. Я хочу, чтобы эта информация была для вас полезна. А полезна, может быть, лишь в том случае, если то, о чем я говорю, прожито мной, так и есть. Второе. Самое главное. Эту информацию надо принять, осознать и применить в жизни. Все. Условия очень простые. Поговорим на базовые понятия. Что же должно нас драйвить? Но перед этим еще один вопрос. А что должно сегодня произойти с вами, чтобы вы были счастливы? Простой ответ. Я уверен, вы знаете его. Обучение взрослых. Обучение взрослых отличается от обучения детей. Обучение взрослых – это две петли. Раз и два. Первая петля – это детей. Мы говорим, что нам нужен результат. Действие – результат обучения. Действие – результат обучения. А вот когда обучение взрослых, появляется действие – результат обучения, цель или мотивация, которая, собственно говоря, и вызвала эту задачу обучения. Я буду очень рад, что сейчас вас ничего не отвлекает от ваших текущих задач, и вы спокойно можете посмотреть. Отложите в сторону на время мобильные телефоны. Пусть они, если это даст вам возможность, чтобы не отвлекаться на что-то другое. Итак, что у нас сегодня будет? Первое. Я хочу поговорить о том, как осмыслить вообще свою жизнь, точку А, поставить точку Б, понять, что нужно сделать для того, чтобы поставить, достигнуть эту точку Б, сформировать свою собственную цель и реализовать ее в дан два простых инструмента. Все было бы ничего, но в 2020 году мир изменился. Это было серьезное. Черный лебедь, я бы так сказал. Произошел абсолютный переворот сознания людей и переход в совсем новый традиционный уклад. Мы оказались в вукомире. Увеличилась скорость жизни и сложность жизни. Первое – это глобализация. Второе – это структурные изменения в экономике. И третье – это демографические изменения, которые привели и новые технологии. Вот именно в этом мире мы сейчас с вами и живем. К сожалению, ни для этого мира, ни для предыдущего, ни для последующего, который наступит за этим, нет готовых решений. Это факт. Но в этом-то и есть самое интересное, потому что мы очень много работаем. Мы единственные существа на Земле, которые обладают возможностью ставить и достигать цели. Это удивительно. Но нам для этого нужна энергия. Чтобы энергию достичь, нам нужны источники. Источников всего четыре. Это наше тело, физиология, это наши эмоции, это наш разум и это смысл или духовность, которая дает нам эту жизнь. Мы стремимся, достигая новых успехов. Движемся, но, к сожалению, можем по пути потерять наши отношения. Поэтому все это вместе очень важная, комплексная составляющая нашей жизни и наших целей. Очень важное понятие «моё развитие». Это развитие на самом деле не себя лично, а комплексно. Тело, душа, ум, энергия. Все-все-все вместе, что и позволяет нам достигать этого развития. А есть ли какой-то простой способ, чтобы достигнуть всего этого? Нет, волшебной таблетки не существует. Но есть множество разных способов достичь. И, например, один из этих способов – это ГРОУ-модель. Когда мы говорим, что цели, реальность, выбор и действие. Все достаточно очень просто. Итак, ГРОУ-модель позволяет вам, а мы ее сейчас пройдем в процессе нашей работы, больше, чем модель. Она гибкая, она легкая. Это как один из источников формирования и целей, и постановки задач на будущее. В основе всего находитесь вы, человек, я в том числе. Но есть один маленький нюанс. Наше поведение – это маленькая черта айсберга, которая есть над водой. Мы можем наблюдать наше поведение, а все остальное находится под водой. Это образ мышления, это ценности и убеждения. Для того, чтобы получить новый результат, нам нужно научиться мыслить иначе. А чтобы новый результат пришел, нам нужно поменять модели поведения. Либо вы меняете модели поведения и меняется образ мышления, либо вы меняете мышление и меняется образ поведения. В абсолютно без разницы. Человек проходит развитие через свое обучение, и тогда будет понятно. Но чтобы что-то изменить, я предлагаю с самого начала подготовить поверхность. Ведь, может быть, вы помните, кто когда-то клеил обои, для того, чтобы они не отвалились на следующий же день, нужно было подготовить поверхность. Убрать старые обои, помыть стену, зачистить ее. Зачистить до основания. Так вот, именно этим я и предлагаю вам заняться. А в основе всего будет лежать ваш фундамент. Фундамент, состоящий из трех вещей. Ваша миссия, ваше видение и ваши ценности. Всего три простые вещи. Миссия, ценности и видение. Да, пусть будет так. Как это получить? Только через понимание и познание самого себя. Итак, изменение образа мышления меняет ваше поведение, а в результате вы получите новый результат. Тогда возникает главный вопрос. Какой? И вот здесь опять задаю его вам я. Какой у вас сейчас самый главный вопрос в жизни? Ваша жизнь. Я рассматриваю жизнь человека как абсолютно комплексную систему. Как мы уже говорили, тело. Сюда входит все связанное с физиологией. Это духовность. Все, что связано с нашей душой. Это privacy. Это то, что находится внутри, в глубине нас. Это управление пространством времени. И управление, собственно, самой жизнью. Давайте поговорим чуть поглубже, что туда включается. В отношении здоровья. Питание, сон, спорт, распорядок дня, употребление воды, время для себя, свежий воздух. Все просто. Жизнь. Тут посложнее. Это контроль информации. Управление пространством. Саморазвитие. Управление прошлым. Анализ настоящего. Работа с будущим. Целеполагание. Создание своей персональной стратегии. И управление своим имиджем. Что ж, пространство времени, оно растягивается, оно эластично. Посмотрим, что же мы бы говорим о пространстве времени. Первое, это хронометраж. Второе, это пунктуальность. Третье, это жить в моменте. Прямо отдых, управление состоянием, ваша производительность, конечно, и управление продуктивностью вашей работы. Промежутками времени между ними. Итак, движемся дальше. Privacy. Здесь гораздо сложнее, но более интересно. Безусловно, это все, что связано с внутренней вашей жизнью. И я бы ее сформулировал так. Жить по ценностям. Вопрос. Опять к вам. Что вы хотите получить в результате того, что вы сейчас инвестируете свое время в наше с вами общение. Нужны ли изменения вам? А вот здесь главный вопрос. И подходим к простому первому инструменту теории и практики. Формула изменения. Управление изменениями. Формула Бекхарда-Глейчера. Эта формула очень простая. Она состоит из трех основных и четвертого вспомогательного элемента. Первое. Это неудовлетворенность текущим положениям. Вы должны очень сильно не хотеть насладиться в настоящем моменте. То, что сейчас происходит с вами, должно вас абсолютно не устраивать. Вот оцените сейчас по десятибалльной шкале, где вы находитесь. От нуля до десяти. Если вас, насколько вас комфортно, то, где вы находитесь. Если это до пяти, то, значит, изменения невозможны. А изменения вступают, что ваше недовольство начинает уже восемь, девять, десять. Вот тогда недовольство и неприятие текущей ситуации. Не неприятие именно, что я сопротивляюсь происходящему. Нет. А я понимаю, что мне надо меняться. И я абсолютно неудовлетворен в текущем положении. Второй элемент. Это ваше видение. Видение. Видение заключается в следующем. Я хочу представить картину, где хочу оказаться. Это видение. Оно должно быть позитивное и очень конкретное. А дальше начинает следующее. Смотрите. Я не хочу находиться в состоянии, где я сейчас. У меня есть четкое видение там, где я хочу оказаться. Теперь мне нужны конкретные шаги того, куда я приду. И вот здесь начинаются вопросы. Насколько вы не удовлетворены текущей ситуацией? И насколько вы четко понимаете свое видение? И насколько вы понимаете, как туда прийти? Только в этом случае изменение возможно. Подведем первые итоги. Мечты и цели. Что есть модель, которая позволяет расти. Это grow-модель. В базовом понятии есть человек. И мы понимаем, что мышление человека напрямую зависит от его сознания. Третье. Это формула изменений. Изменения возможны лишь тогда и только тогда, когда вы не удовлетворены текущей ситуации. Вы знаете, куда прийти. И вы знаете первые шаги. Ну что ж. Какова моя реальность сегодня? Начнем, друзья мои, говорить непосредственно с точки А. Прекрасное состояние. Где же я сейчас? Итак, точка А. Исходная позиция. Как бы вы в целом оценили, вновь опять по десятибалльной шкале, свое положение сейчас? Цифра. Где я сейчас? Что нам поможет оценить себя? И, кстати, очень интересный лайфхак. Я предлагаю вам оценивать себя не по достигнутым результатам, а по своему потенциалу, что еще можно сделать. Отлично. Нам всегда встречаются препятствия. Но это просто факт. Нам всегда встречаются препятствия. И эти препятствия могут быть абсолютно разного плана. Подумайте, что вам мешает быть счастливым. Размышлять о себе. Думать о себе. Достигать тех поставленных целей, которые вы уже поставили. Я могу вам сразу сказать, что вспоминая мой сегодняшний утренний диалог, человеку мечтает отсутствие ответственности. Ответственность, реалистичность. Вот это два главных препятствия, которые бы я изменил. Итак, насколько вы используете сейчас свой потенциал? Напомню еще раз правила нашей работы. На любой вопрос, который я говорю, насколько, как вы оцените, надо ставить оценку от 1 до 10. Все очень просто. 1 или 10. Итак, какие есть препятствия? Есть внешние препятствия, есть внутренние препятствия. Внутреннее то, что внутри. Внешнее то, что снаружи. Логично звучит как бы. Так вот вопрос. Заглядывая внутрь себя. Какое внутреннее препятствие блокирует ваш потенциал в настоящий момент? Уверенность, которая возникает в нас, равно поддержке окружающих. Почему это так важно? Потому что, когда мы говорим об экологичности достижения целей, мы всегда задаем вопрос. А кого еще может затронуть то, что ваша цель будет достигнута? Чья еще жизнь может измениться? И здесь самое главное заключается в следующем. Что как только эти люди узнают о ваших целях, они хотят и готовы были бы вас поддержать. И вот поддержка это и есть окружающие. И еще важно. Каждый из вас, я в том числе, мы наделены всеми способностями. И мы обладаем всеми необходимыми ресурсами и потенциалом для своего развития. Это прекрасно знать для того, чтобы понимаешь, что не все цели достижимы. Итак, намерение это ваша способность влиять на результат. Задача через целеполагание вызвать в себе внутреннее намерение, которое, соединяясь по Зеланду с внешним намерением, способно сформировать ту или иную реальность, в которой вы будете находиться. Компания по имени я. Каждый из нас это, по сути, целая компания. И компания, которая, как обычно, у нее сустав, положение, расчетный счет, баланс и все остальное. Так вот, если бы каждый из вас представил себя как компанию, какой главный пункт вы бы включили в свой учредительный договор? Осозненность и ответственность. Важнейшие два момента, которые позволяют нам осознавать происходящее и нести ответственность за это. Не осознавая настоящее, не понимая то, что с вами происходит, невозможно нести ответственность. Нужно поставить какие угодно прекрасные, глубокие, далекие планы, которые никогда не исполнятся. А это значит, что, соответственно, нет осознанности. Или мы не готовы имести ответственность. Рене Декарт сказал, я мыслю, следовательно, существую. Почему это так важно? Потому что мы можем контролировать лишь только то, что осознаем. То есть, соответственно, через мышление понимать свою осознанность. Три элемента, которые помогают нам двигаться в этом направлении. Это тело здоровья, разум психология и энергия ее генерации. Так вот, начнем с разума. Что важно нам понимать? В первую очередь, очень важно понимать, а кто я? И это есть мой следующий вопрос. Кто я? Попробуйте ответить на него прямо сейчас. Дальше идет серия вопросов. Мы не будем сейчас на них останавливаться, но я предлагаю вам подумать над ними чуть позже. Куда я иду? Зачем я иду? И как я иду? Но самое главное, а что я хочу получить в результате своего пути? Альберт Эйнштейн тоже сказал интересную вещь. Ни одна проблема, ни одна задача не может быть решена на том уровне, на котором она создана. А это значит, чтобы изменить свою собственную жизнь, изменить свое направление движения, было бы классно, если бы вы могли продвинуться куда-то вперед. А это значит, что вы могли бы пройти вперед, поднявшись над этим уровнем, и тогда придет то решение. Осознанность многообразна. Ведь самосознание — это понимание собственных мотивов по отношению к другим. Это умение увидеть человека и по отношению к компании посмотреть на культуру, а по отношению к самому себе разобраться самое главное с самим собой. Ведь каждый осознанный человек — это самообучающаяся система. Итак, какой самый главный мотив движет вас вперед? Это следующий вопрос. Знаете, очень интересная позиция в отношении советов. Будучи коучем, мы работаем в недирективном формате. Но иногда я точно понимаю, что если нет советов, то человек не может сдвинуться с одной точки. Его надо подвинуть немного. И это уже не коучинг, это уже консультирование или менторинг. Так вот, очень важный момент. Если я вам посоветую, а вы этого не хотите, то как вы думаете, в ваши глаза, кто будет нести ответственность за это? Конечно, я. И вы, соответственно, ничего делать не будете. А кто будет нести ответственность за неполученный или полученный результат, если вдруг он оказался другим? Тоже я. Ведь это я посоветовал вам. Поэтому советы в области цели и полагания невозможны. Я могу дать вам технологию, я могу вам рассказать, какие не пользуются, но ставить цели можете вы. Ведь потому что каждый из вас всегда имеет выбор о том, как поступить. Примеры осознанного выбора. Давайте наберем их. Это школа, это каждый день мы понимаем, куда мы едем, это наши занятия, это профессионализм и так далее, и так далее. Но мы очень часто делаем неосознанный выбор. Подумайте о том, какие вопросы являются неосознанным выбором, вот, например, в течение хотя бы сегодняшнего дня. Итак, подведем еще один итог. Это ваше решение, практика, базовые понятия и знакомство с самим собой. Вернемся к текущему состоянию. Что нам может помочь изучить текущее состояние? Конечно, свот-анализ. Области постановки которых здоровье, финансы, отношения и духовность. В каждом из этих моментов мы можем вернуться и посмотреть на матрицу свот-анализа и сказать себе, какие у меня сильные стороны, какие возможности, какие угрозы и какие есть сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы, открывающиеся мне. А чтобы отвечать было более детально, я вам предлагаю четыре направления. Это здоровье, это отношения, это финансы и это духовность. Вот в каждом из них это получается четыре свот-анализа, которые в целом закроют ваше представление о самом себе. Итак, подведем маленький снова итог. Чтобы оценить состояние сейчас, вам нужно провести анализ в отношении сильных сторон, зоны развития, возможности и угроз, использование свот-анализа. Что дает нам энергию? В первую очередь это наше тело. Как бы мы ни хотели, мы физиологические существа. И не будет нашего тела, мы существовать не можем. Поэтому в первую очередь это пища. Второе – спорт. Третье – вода. Четвертое – интеллектуальность. Пятое – сон и отдых, и режим дня. И все это вместе есть энергетический потенциал. Очень простое упражнение. Если вы сейчас на рисунке нарисуете стрелочку, уходящую в четыре стороны. Это, знаете, такая простая матрица. Я сейчас попробую изобразить ее на экране, который вам видна. Раз, два. Вот такая простая матрица. Итак, справа будет работа, слева – духовная, свободность, верху – здоровье, внизу – отношения. У вас всего 100% всей энергии. Распределите ее между двоя этими, между этими четырьмя линиями. Точка пересечения является одной. И каждый из них в конце является 100. Итак, как распределиться вашей энергии? После того, как вы это сделаете, попробуйте сделать, это был факт. А попробуйте теперь оценить, как бы вы хотели на самом деле, чтобы это было. И тогда мы можем вернуться к снова, пониманию, а что мне нужно сделать, чтобы утащить с работы, я должен расширить здоровье или отношения, или духовность. А для этого мне нужно использовать те свои источники энергии, о которых мы говорили. Спорт, питание, отдых и режим дня. Ценности. Фундамент нашей жизни. Основа всего. Я предлагаю вам очень простые упражнения по идентификации ценностей. Первое. Что вам нравится делать в жизни больше всего? Этот список. Второе. Что вам не нравится делать в жизни больше всего? Второй список. Как только второй список будет закончен, подумайте, как трансформировать негатив в позитив. То есть, какая, если вы негативно используете, вам что-то не нравится. Вопрос следующий. А что нужно получить? Или какую позитивную черту ножи использовать, чтобы это нравилось? Например, мне не нравится, когда мне врут. Это значит, что моя ценность правда. Все. Мы составляем конвертированный список. Два списка схлопываются и получается единый список ценностей. Просто? Да. Давайте попробуем. Бытие и делание. Когда мы известны наши ценности, мы понимаем, что происходит между нашим состоянием и то, как мы к нему пришли. Ведь судьба определяется тем, кем ты становишься и что ты делаешь. Простая вещь. Для того, чтобы управлять своей судьбой, нам нужно понимать четко, а что нам дает силу, откуда мы берем энергию. Поэтому вопрос. Вспомните и запишите, о чем вы мечтали. Вспомните времена, когда вы чувствовали себя по-настоящему на коне. Именно это состояние позволит вам возвращаться в эти моменты и радовать себя. Вспомните, что вы любили делать, когда были ребенком. Вспомните, что вы любите делать больше всего летом. Подумайте еще о том, что вы не любите делать больше всего. и все эти моменты наполняют вас энергией, потому что то, что вы хотите повторять, и есть ваши ценности. Это способ два. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь и составляйте графики, составляйте эмоции своих собственных ценностей. Мы закончили состояние сегодня. И теперь я прошу вас, нарисуйте себя. Как бы вы могли нарисовать себя в точке А? Да, да, все очень просто. Взять листочек, ручку, как всегда, фломастер, и нарисовать себя. Что вас окружает? Например, там горы, море. Может быть, кому-то нравится, как и мне, ходить под парусом. Это человек, сидящий вот в лодке, в горах. Вот, например, я бы нарисовал себя сейчас вот так. Каждый может нарисовать себя иначе или по-другому. Поэтому попробуйте нарисовать и приклейте этот рисуночек у себя где-то в видном месте. Еще теперь важный момент. Мы пошли дальше. Мы идем к тому, что нас ждет в будущем. А в будущем нас будет ждать результат, желаемый результат. Точка Б. Как выбрать направление? Знаете, так интересно вот вот эта метафора, когда ты подходишь к камню, на котором три дороги направо пойдешь, налево пойдешь, прямо пойдешь. Буквально позавчера или пару дней назад у меня была сессия, когда девушка сказала мне, ты знаешь, я стою как будто в тупике. Я не знаю, что мне делать. Я вот на развилке своей жизни и не понимаю, куда мне дальше идти. И вот эта развилка, я говорю, слушай, классно, а вот что ты видишь, какие дороги ты видишь там дальше? И она начала работать с этими дорогами. Мы разобрались и нашли даже интересную метафору, которая называется елочка. Ну вот, сейчас мы говорим о развилке. Как выбрать это направление? Направление это ваши цели, а цели, как мы помним, это технологически приземленная на поверхность мечта. Поэтому цели это представление о будущем. Что может являться источниками целей? Источниками целей могут являться метапрограммы. Метапрограмма человека это мотивация от я хочу изменить сегодняшнее состояние, чтобы туда. Или мотивация мне так нравится будущее состояние, хочу прийти туда. Для того, чтобы нарисовать картину, как вы всегда прекрасно помните, художники в самом начале делают эскиз. Так вот, наша задача прочувствовать, посмотреть, увидеть вот это маленькое направление наброска вашей мечты. С него мы начнем. Откуда берутся мечты? С мечтаний. Самое простое упражнение. 100 желаний. Берете список, листочек, ручку и выполняете своих 100 желаний. Все, что приходит в голову. Как будто вы выиграли в итоге столько денег, сколько вам нужно. создаете свой сумасшедший список. Кем стать? Что иметь? Что попробовать? Что ощутить? С кем встретиться? В конце концов, с кем познакомиться? Где побывать? Что достичь? Это важный момент. Вот когда вы потом напишите все ответы на вопросы, мне бы очень хотелось спросить вас, а какие инсайты вы испытали? Итак, еще одно упражнение 10 лет вперед. Оно называется по-разному в разных коучинговых практиках. Я его называю 10 лет. Это значит, что мы запускаем ракету в ваше будущее. Хотим увидеть, а что там у вас с ней происходит. Видение будущего. Что такое видение? Оно позитивно и привлекательно. И самое главное, оно долгосрочно. Так вот, мы поиграем в игру и увидим один день из вашей жизни через 10 лет. Итак, садитесь удобно в кресло, в зале выключается свет. Вы слышите, как начинает работать проектор. И вот в лучи проектора на экране через 10 лет в этот же самый день возникаете вы. И в лучах проектора возникаете вы. Да. Кого вы видите в этом проекте? Это ваша семья? Это ваши дети? Это ваши отношения? Может быть, это ваша жизнь? Работа или бизнес? Близкие люди? Ваше время, в конце концов? Что-то еще? Посмотрите на то, что вам удалось записать. Попробуйте найти какие-то общие темы или шаблоны. Что объединяет ваши записи? Может быть, вам что-то не хватает или вам нравится? А может быть, вы хотите что-то добавить или что-то изменить? Посмотрите на это. Потому что мы все думаем о прошлом и мы постоянно находимся в будущем для того, чтобы в будущем и через настоящее привести свое наследие. Каким вы видите себя в своем лучшем будущем? Это тот самый еще один вопрос. Мечта. Мечта – это горный пик, на который хочется взобраться. Какую мечту вы бы хотели реализовать? Итак, давайте подведем еще один итог. Мечтать – 100 желаний, 10 лет вперед и наследение. Конечно, как бы вы нарисовали себя в точке B? Помните, простой рисунок. Берем лист бумаги, фломастер, или маркер, или ручку, все, что вам нравится. И рисуем себя так, как вы хотите. Возможно, это у кого-то море, возможно, у кого-то красивый дом, может быть, что-то еще. Возможно, это собака, возможно, это вы, который ходит рядом с собакой. Где-то, условно говоря, находится какой-то, горит какой-то, может быть, костер, и вы отдыхаете. Вот все, что приходит в голову, вот такой вы и есть. Вы будете дорисовывать этот рисунок. Это классно, ведь это возможность всегда сделать то, что вам нравится, дорисовывая какие-то новые элементы. Давайте двигаться дальше. Попробуем поставить цель. Наша стратегическая цель это точное попадание мяча в ворота, для того, чтобы мы победили. Какую цель вы себе поставите, чтобы реализовать свою мечту. Итак, целеполагание. Цели. Ставим цель. Чтобы поставить цель, первое, определите и выясните тип цели. Что это значит? Конкретно какая это цель? Дальше у нас будут промежуточные рабочие цели, для того, чтобы мы понимали, что нам нужно делать. Когда мы поставили большую цель, вам необходимо объяснить для себя задачи и устремления. И третье, образ, тот образ будущего, который вы видите. Второе, какова реальность? Оцениваем ситуацию, которая сейчас, оцениваем то, что мы сделали на сегодняшний момент, и проясняем последовательность предыдущих действий. Соответственно, мы будем понимать, что нам делать сейчас. Дальше, мы вникаем в препятствия и барьеры и пытаемся с ними работать. Третье, а какие есть альтернативы? Та самая развилка пути. Четвертое, что буду делать? Что можно изменить? Какой план действий? Какие препятствия? Насколько вероят? Но есть главный момент. У цели должно быть три звенья цепи. Как минимум, это три звена цепи. образ, приверженность и показатели. Вот как только все эти три звена цепи цели работают, тогда цель становится очень яркой, интересной и притягательной. Итак, характеристики. Всем известно и прекрасное слово смарт, когда у нас цель точно определена, измерима, поддается оценке, достижима, и в результате она по времени определена. Казалось бы, столько всего проговорили. Да, и вот в этом моменту мы с вами получили карту достижения вашей цели. В каких областях можно ставить цели? Опять же, здоровье, финансы, отношения, духовность. Все эти моменты вы можете выбрать еще что-то. Может быть, много-много вариантов. Вот когда эти варианты проговорены, возникает персональная стратегия. Когда все четыре цели здоровья, финансы, отношения, духовность соединены, рождается новая, новая большая стратегическая цель. Как бы звучала ваша стратегическая цель? И как только вы с ней определитесь, надо бы сразу отприортизировать, что для вас самое главное в жизни. Берем список ценностей и говорим, какой мой главный приоритет в жизни. А приоритет в жизни может быть разным, но важно использовать состояние баланса, чувствовать этот баланс. Давайте подведем небольшой итог. Итак, цели и полагания в основе лежат источники целей, ваша стратегия, приоритеты и ваши цели держать баланс. Но что делать, если не знаешь, что делать? Что делать, если не получается мечтать? Что делать, если не ставятся цели? Что делать в этом случае? А в этом случае нужно делать следующее. Начать сначала. Да, пройти снова весь тот наш алгоритм, который мы с вами сделали. Попросить себя упростить свою мечту. Может быть, разложить ее на простые составляющие. Может быть, выбрать то, что действительно вам нужно и попробовать снова ее нарисовать крупными мазками. надо пробовать и получать опыт. Не всегда положительный, не всегда приятный. Иногда опыт может быть и неприятный, но он тоже опыт. И именно для этого мы и делаем то, что мы делаем. Если бы путь каждого из нас был таким легким, то, наверное, жизнь была бы совсем другой. Путь, он разный. Поэтому надо пробовать и ошибаться. Но важно еще искать закономерности и аналогии. Когда вы анализируете свой прошедший путь, посмотрите, что происходило, какие закономерности, какие аналогии. В конце концов, придумайте фильм про себя и смотрите его каждое утро для того, чтобы приблизиться к цели. Мир настолько многообразен, настолько прекрасен, что постоянно дает нам подсказки. Ищите их, они рядом. Ловите идеи и устраивайте постоянно у себя мозговой штурм. Спрашивайте себя, а что еще я могу сделать, чтобы получить то, что мне нужно? Поэтому надо выбирать решение. Если вы намерили, наметили несколько вариантов, то подумайте о том, какие из них вы хотите реально воплотить в действие. С чего начнете? Какой будет ваш план после нашего эфира? Итак, технологии планирования. Все очень просто. Мечта, конечная цель, промежуточные цели, рабочие цели, все просто. Но чтобы об этом поговорить, надо представить простую картинку. Если мы представляем мечту как треугольник, то наверху мечта, под мечтой конечная цель, промежуточная цель и рабочие цели. Соответственно, а дальше возникает технология просто элементарного многоуровневого списка или декомпозиции на среднесрочные, долгосрочные, средние, текущие, операционные, ежедневные. мистика, скажете, да. Если пройти по этому пути, то каждый день, начиная день, ты точно будешь знать, что тебе нужно делать, чтобы достигнуть цели. Да. И для этого подойдет и ворд, и ментальная карта, и еще много всего. Но вот здесь нам вновь понадобятся ваши ценности, для того, чтобы мы смогли понять, а что нам нужно делать, для того, чтобы мы свои ценности могли реализовать и проверить свои цели на совпадение со своими ценностями. Итак, снова делаем треугольник, теперь у нас встречный треугольник с целем ценности и посмотреть, если мы цели свои достигнем, то ценности будут ли у нас достигнуты или нет. Снова подведем небольшие итоги, мы поговорили, опланировали на соотношении дерево целей и дерево ценностей. Очень незаметно мы подошли с вами к финалу. А в финале есть очень простое упражнение. Нужно взять лист, бумаги и записать свою цель. Почувствуйте, важна ли ваша ли эта цель или нет. Убедитесь, что это именно ваша цель. Поставьте показатели к этой цели, определитесь с ресурсами для реализации своей цели и достигайте свою цель, оценив ее достижимость по десятибальной шкале. А если не получается, вновь вернитесь назад, перепишите, пересмотрите, поставьте показатели и достигайте реальную цель. что бы я хотел пожелать вам, это начинайте путь к своей мечте, к своей цели. В заключении простая схема, формулировка цели, моя или чужая, ее показатели, ресурсы, которые мне необходимы, визуализация и действия. Что может вам помочь, это то, что необходимо доводить начатое до конца. Не останавливаться на начатом, ловить момент, смотреть по сторонам. И в этот момент я бы хотел, чтобы вы все почувствовали тот самый щелчок, который позволяет вам получать удовольствие и что-то про себя понять новое, чего вы не знали раньше. И пусть то, что вы сегодня про себя поймете, будет и самым главным определяющим, что может помочь вам достичь свою цель в будущем. Правило 72 часов говорит нам о том, что если мы не сделали то, что запланировали, вряд ли мы сможем это сделать дальше. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы уровень ресурсного состояния сейчас был гораздо выше, чем тот, который когда мы начали наш мастер-класс. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы в моем инстаграме, в фейсбуке, где угодно, в комментариях. Пожалуйста, пишите. Напомню, что с вами был я, Роман Дусенко. Мне очень приятно, что сегодняшний день это время вы инвестировали в себя. Редактор субтитров А.Семкин